Всем доброго дня и вы на канале Будни Милка в 70. Вот так гуляет наш молодняк. Вот собрались и возле папы Луна наша. Козочка, часть козочек не пошли, не вышли. Вот наша Луна с папой там. Это Чук и Гек. Два козлика наших, да? Вон он Гек стоит. А там отруби в ведре. Немножко. Чук, а Чук, 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 Чук-ча. Бука от джерси мы зарезали. Вот, вот, козел с папой влюбляем. Мясо у джерси шикарное вообще, прям вкуснейшее. Вчера пробовала, жир не застывает. Прям совсем на говядину не похоже. А у нас вот такая красота. Уточка с утятками. Вон она пошла. Не видно, наверное. Вон они в травке. Маленькие такие. Вот они, комочки. Это дикая утка выводит, каждый год у нас утят. Наши коровы пасутся. Лежат, ходят. И козельки там же где-то. Вот они, маленькие комочечки. С мамой ходят. Всем доброго дня. И вы на канале Будемилка 70. Чайник шумит. Здесь я сварила сыр в брынзу. Здесь примерно килограмма 2-3. Молока было 20 литров. Посмотрим, как он отрессуется. Вчера я тоже варила брынзу. Хочу раскрыть секрет моей интриги. И интрига вся была в том, что мне позвонила одна женщина. И предложила потрогать у них на точке. Моей продукцией молочной. Сырами, сметаной, творогом, молоком. Я согласилась. В субботу выехала. Эта точка находится на Мичуринских участках. У них там хороший крытый прилавочек. Единственное, что туда надо приезжать рано. К полдевятому. Я поехала. Раньше подоили коров. Я поехала. За час я продала весь свой товар, который брала. Брала я немало. Я брала 15 баночек сметаны. 20 бутылок молока коровьего. 10 бутылок козьего. Сыры. Творог. У меня было 10 килограмм. Творога было, конечно, маловато. Ну и я взяла понемножку своих сыров. Сыры люди тоже брали. Брали активно. Но в этот раз возьму пробники сырные, чтобы люди могли пробовать и выбирать из сыров. Вот в этом вся была моя интрига. Все лето я буду ездить туда на эту точку и продавать свою молочную продукцию. Чему я очень рада, то что у меня не будет скапливаться молочная продукция, как в прошлом году. То есть неделю я буду готовить сметану, масло и сыр. А в субботу буду продавать. Возьму побольше товара, чтобы хотя бы до обеда. Потому что я постояла час, все распродала. Это люди были только с электрички. А когда мы поехали домой, стояла вереница машин. В другую сторону. Соответственно, люди, которые на машинах, они в субботу поспали. Встали и тогда поехали на дачу. Это было в одиннадцатом часу, когда мы поехали назад домой. И люди активно ехали на дачу. У нас после отела упала на ноги корова. То есть у нее был опять порез в этом году. Потом воспалилась колено. Но сегодня мы ее выгнали на пастбище. И вроде как она маленько попаслась. Ну что у нас еще нового? Переезд на поля откладывается, пока у коровы не заживет колено. Это во-первых. А во-вторых, у нас пошли дожди. Неделя дождей. Дорога плоховатая. Конечно, коров мы могли пешком догнать. С одного поля на второе. До одного поля можно доехать. До первого. Но так как корова болеет, мы не рискнули переезжать пока. Сено у нас осталось последний тюк. По утрам, когда нету дождя, мы выпускаем своих коров. Козочка не пасутся. Вечером даем козам понемногу сено. Это тоже, конечно, мало. Так, что еще у нас нового? Ну, я уже говорила, все телки джерси у нас покрылись. Слава Богу. Сегодня я сварила очень много сгущенного молока. Сейчас у меня задача, время обеднее, пойти напоить козлят. Телочка. Телочка у нас родилась 50% джерси. То есть язычок сиреневый. И под брюшком у нее тоже такого, ближе к рыжему цвет такой у нее. Ну, посмотрим, какая вырастет коровка из нее. Ну, вот, пока вроде бы все. Сергей ремонтирует генератор. Скоро выезд на поля. Вот так цветет черемуха. Поэтому у нас холодно. Заморозки. Вот какая красавица. Офигенно просто. О, какая красота. Вон еще такая же. А еще мы прикупили камеру для сыров. Но здесь все вот так прекрасно. Вентиляторы я сняла. Айт почистила их кислородным отбеливателем. Сейчас запшикаю все это профаном. И потом помою. Все решила отмыть. Потом уже тогда нести ее в дом. Ну, и в результате потекла вот такая красота. Все эти жиры расщепляются от профана. Пусть постоит. Потом выйду с водой и смою все. Профан, конечно, обесцветит. Эмаль. Он очень жесткий. Мы, когда работали в клининге, он выцветает от него. Краска любая причем. Поэтому пошла из-за водой и буду шоркать. И за щеткой. Ну вот. Отмыла я свою камеру. Теперь она беленькая, чистенькая вся. Правда, радиатор не удалось мне полностью отмыть. Но, тем не менее, вот тут все помыто. Где лежал слой жира, грязи, пыли. Еще вон там внутри надо залезть палочкой протереть. Смывала я все это профаном. Ай, ну на этом все. Пойду я делать ветчину теперь. Продолжение следует.